Его называют посредником между истиной и человеком. На Востоке его сравнивают с прозрачной средой, которая принимает и передает знания, не искажая. Что принимаем мы? Олег Тарсунов предупреждает. Осторожно, это подмена. Если вы решили расширить свою жилплощадь или взять машину, а денег нет, то самый простой выход – это взять ипотеку или кредит с хорошими процентными ставками. Осторожно, это подмена. Наша страна – это большой организм. Точно так же, как в организме бывают болезни, так и в стране бывает финансовая нестабильность. И эта нестабильность бывает каждые пять лет. Так же, как каждые пять лет мы ходим в больницу. Итак, финансовая нестабильность страны означает, что ваша зарплата будет падать, а кредитные условия расти. Таким образом, мы попадаем в тяжелое экономическое положение, которое всегда разрешается не в нашу пользу. Это значит, что ваша возможность выплатить будет оттягиваться. Вы войдете в сильное психическое напряжение, отношения в семье начнут разрушаться, и вам эта машина или квартира уже будет не в радость. Когда люди залазят в кредиты, они рушат отношения, они теряют работу, они перенапрягаются, теряют свое здоровье, и в конце концов полностью разочарованные. Хорошо, если они дожидаются, когда они этот кредит смогут выплатить. У каждого человека в характере есть такое «я обязательно смогу». Он берет свою зарплату, зарплату своей жены, и рассчитывает по максимуму «мы будем выплачивать столько-то». Никто не знает, сколько денег уйдет на болезнь, на непредвиденные ситуации в жизни, на то, что кого-то из вас в конце концов могут выгнать с работы. И когда человек философствует таким образом, то он просто-напросто разрушает свою жизнь. Потому что, если взять с точки зрения здравого смысла и посмотреть на нашу жизнь, мы должны очень хорошо усвоить один факт, что сколько денег положено по судьбе, столько и есть. И не надо перед своей судьбой делать никакую браваду. Можно в кредит брать столько денег, сколько мы легко можем выплатить за несколько месяцев. Если мы свои выплаты затягиваем на большой срок, то, несомненно, это результат неправильного мышления. Потому что мы не знаем, что с нами будет завтра. Человек – это такое существо, что иногда он может работать, иногда ему нужно какое-то время отдохнуть, иногда ему нужно взять отпуск, а иногда ему нужно сменить работу. Но когда человек берет и награждает себя большим счастьем, за которое потом придется долго платить, он таким образом попадает в рабство на много лет, и он не может поменять условия своей жизни. И в нашей жизни так и происходит. Мы сначала берем квартиру, привыкаем к этому, ко всему, радуемся, начинаем в ней жить. И потом долгие годы, расплачиваясь с этой квартирой, мучаемся, получаем себе болезни, и в конце концов понимаем, что нам квартира эта на самом деле не так уж сильно была нужна. Не ту цену мы заплатили за эту квартиру, она не стоит нашей жизни. Если посмотреть с точки зрения здравого смысла, то можно видеть, мы в одну секунду получили много счастья, а потом много лет непрерывных страданий. Такая философия разрушает жизнь, потому что человек живет в длительном напряжении. Несомненно, это длительное напряжение, оно приводит к стрессам, и человек ломается. Самый лучший способ жить – это жить по своим средствам. Если у вас есть возможность откладывать деньги или брать небольшие кредиты, то лучше всего эту возможность использовать и осуществлять свои небольшие планы. Постепенно с помощью небольших планов можно делать большие планы, и так мы будем спокойно жить, имея возможность уйти в отпуск, заболеть, сменить свою работу и поменять условия своей жизни.